всем фарфер хочу закончить наконец-то игрушку корона из листьев мы остановились на том что мы пришли на вечеринку это я немножечко напоминаю и себе и вам мелкий не конечно игрушка очень красиво нарисовано мне как бы это очень нравится так что это за важный праздник он разве не знает что это за праздник что-то меня аж в ступор этот вопрос за это завел тигла дэра день когда тишина исчезает мы останавливаем маятники выбираем особое место и собираем толпу чтобы произвести клич дигла дэра рид сегодня произносим рит в честь тебя правда и причем тут я потому что это твой день день рождения и приближения смерти опачки это что-то интересное уже блин такие персонажи прикольные мне так нравится красиво нарисовано все-таки у нас под потоки это называется просто день рождения потому что вы стараетесь не думать о том что ваш путь имеет конечную остановку правильно я же я тоже стараюсь так это хороший праздник или плохой хороший я думаю когда тишина исчезает мы оказываемся в звенящем воздухе звенящий воздух приближает нас к потоку усиливает чувства и эмоции надеюсь что я правильно читаю поток потому что ну странно было потоку хотя это название поселения в данном случае кажется твое объяснение только что все усложнило я ничего не понял потому что ты смертный куда тебе фада мы сбо будем ждать тебя вон там у подножия под подножье лестницы фада типа прикрыть прекращаем так у нас в журнале вот день рождения это мой праздник мой день рождения не среди холма станцев которые подозрительно косятся вслед когда я прохожу мимо а среди цурай я уже почувствую себя на своем месте все кажется мне естественно и настоящим нет надо взять себя в руки теперь вкратце что-то случилось с моей памятью я умею разгадывать созвездия и мне нужно разгадывать последний из них корону из листьев фулин и боу мои друзья мне трудно в это поверить все таки я предпочитаю общаться с фактами и логики к фактам и логики когда сталкиваюсь с настоящим безумием но все это настолько превосходно великолепно загадочно что я хочу верить однако мне нужно поскорее вернуться в поток еще немного и штиль навсегда с корнем вырвет меня из моего времени или уже вырвал в том-то и беда никогда не знаешь насколько сильно ты здесь задержался так макаса можем двигаться так а это понятно это мы возвращаемся сюда нам значит сюда время подарков мелкий были на такой ржачный я с трудом дождался так хотел увидеть твое лицо я же знаю что тебе понравится вот фотоаппарат и нига да еще из самого последней модели он стоит немыслимых денег да и откуда вообще откуда я вообще его взял ясно дело у нас таких не делают так что мне пришлось целый план придумать чтобы попасть в поток и не умереть там а потом еще оказалось что ваши торговцам нужны деньги но кое-какие гостиницы и штиля тоже сгодились значит ты выменял этот подарок на что-то на бубенчиковое дерево которое я между прочим сам вырастил видишь мне для тебя ничего не жалко такой милый крутой же фото парада тебе нравится я я даже не знаю что сказать он великолепен правда спасибо ну вот и супер а теперь сфотографирую нас флином скорее я хочу поглядеть на эту фотографию надеюсь что больно не будет разве что немного как-нибудь в другой раз не хочу тратить пленку так только немного пощиплет шучу это совсем не страшно так замрите и приготовьтесь увидеть вспышку вроде маленькой молнии она не кусается погоди флин не хочет пасу не хочешь посмотреть в камеру нет флин теперь можешь фоткать мелкий флин смотри это правда мы с тобой и у тебя опять кислый вид улыбнись и улыбнуться было трудно да уже наулыбался за сегодня поверь поверить не могу что ты полез рисковать свои шкуры в поток ради этой бестолковой бумажки о чем ты думал о том что даже бумажек можно сделать сотни понимаешь к чему я клоню вот мелкий забери этот снимок положи его во внутренний карман своей курточки и носи с собой так ты никогда не нас не забудешь а если забудешь что быстро вспомнишь фотографирую все что тебе нравится а я позже мастерю для тебя альбом для снимков гениальный план он уже вел дневник и это не не помогло если ты не заметил надеюсь фотографии не растворится когда я вернусь в поток стомри бо уже урвал свою долю восхищение похвал теперь пришло мое время улыбнулся посмотри мелкий что я для тебя вырастил блин не успела без этой штуки это же баранец то самое живое растение которое выросло у впрочем откуда вам обоим это знать не так такие уж они живые многие из них любят поговорить но лишь затем чтобы поскорее продать себя на обеденный стол так они еще и говорят но не этот этот баранец особенный тихий но есть у него один секрет поэтому советую приберечь его до конца праздника пахнет заманчиво прямо как ягодный и штрудель а сейчас мне нужно поговорить с мелким с глазу на глаз был как пожелаешь я поблизости хорошо бы придумал я ему даже немного завидую идея у него всегда самый свежий у меня вот чердак всегда в пыли прямо как у тебя ага спасибо похоже мне придется заново привыкать к тебе и бога к своим старым друзьям ведь я вас как будто никогда прежде не знал обычно после каждой дады мы сбо проводим для тебя сеансы восстановления я включаю записи с твоим голосом обо берет какую-нибудь блестящую штуковину и машет ей у тебя перед носом обычно но не сегодня не сегодня тебе нужно отдохнуть я прошлый похоже был тебе его хорошим другом но мне сейчас слишком трудно к этому привыкнуть у меня уже есть семья и друзья я не могу бросить их никто и не просит тебя их оставлять ты всегда жил в потоке все это слишком странно знаешь что я слышу их смысле звон созвездий слышу как они зовут меня музыка заиграла такой тонкий звон приятный звук должно быть однажды он станет громче ты и в самом деле их слышишь что они тебе говорят не могу разобрать ты прав когда нибудь этот звон станет громче ну что теперь вернешь меня обратно в поток в мое время я же говорил что верну но может на несколько солнц вперед да слушай обнимемся на прощание ну да почему бы и нет есть успела что это про что тут происходит что тут происходит не поняла он его убил Человек. Человек. Что здесь происходит? Я не понимаю. Огонь и чернила. Смерть сталкивает меня с лестницей, и я медленно качусь вниз. Тело кажется мягким и податливым, как набитый хлопком мешок. Вокруг нет ни света, ни тени, вокруг нет мира. Болей тоже нет, поэтому есть силы подумать о всякой ерунде. Надо бы сходить к зубному. Кофе еще остался? А период дверей закончился? Какой еще период дверей? Ступени все ощутимее бьют по ребрам. Вдруг понимаю, я качусь не вниз, а вверх. Невидимая лестница подбрасывает мое тело к концу пути, где меня дождается услужливо открытая дверь. Я влетаю в круг жидкого белого света. И в этот момент боль возвращается баумерангом изо всех сил. Что происходит? Я вижу свет. Где я? Похоже на кладовку. Ха-ха, такое чучело. Кто меня сюда притащил? И зачем? Наверное, все потому, что я выпил и пошел в разнос. Нет, не поэтому. Со мной такого не бывает. Точно. Точно вечеринка. Она уже закончилась. Она уже закончилась? Стряхины перья, как голова болит. И цвет не понимаю. Я что, не различаю цвета? Что происходит? Я бы тоже это хотела знать. Что происходит? Я не могу разобрать ни странички. Все буквы в книгах размыты. Регулятор ходит словно, но толку от него никакого. Заедает. Что-то мешает ему крутиться. Так. Так. Буквы размыты. Здесь все. Флинн? Почему я вообще о нем подумал? Не знаю. Но он меня сейчас дико бесит. Даже не так. Я его ненавижу. Но зачем мне его ненавидеть? Вечеринка неудачно прошла. Наверное. Мы повздорили. Подрались. Хуже. И я не чувствую себя живым. Не чувствую. Все не так. Стены давят. Нет цветов. Нет запахов. Коробки для вещей без меток и надписей. Так. В него видно совсем другие звезды. Таких вещей на месте в пыльных... Таким вещам не место в пыльных кладовках. Все не так с числом 27. Если ты это читаешь, то шаде значит, ты жив и ты нашел театр. Своей верный инструмент. Используй его, когда увидишь звезды. Следуй за светом. Он укажет дорогу к выходу из омут. Это бо? Старина бо. Спасибо, бо. Если бы ты знал, если бы ты мог понять, какое это облегчение слышать, что ты живой. Не так уж легко в это верить, когда все чувства притуплены. Зрение, осязание, все, что у меня осталось. Слух, наверное, тоже, но кроме звезд я ничего не... Точно, звезды! Как я мог забыть? Я ведь умею разгадывать созвездия. Что это было? Веди меня свет. Так, здесь больше ничего. Опа. Подождите, я еще сюда много лет никто не заходил. Так. Метла могла бы пригодиться, чтобы навести тут порядок, но эта работа не для меня. Этот гоблин огромен, выглядит совсем как живой, если бы не пуговица. Так. Я так понимаю, что мы теперь все вроде как посмотрели. Проход залит какой-то черной жидкостью. Не рискну трогать это, особенно голыми руками. Так. И... Ну-ка. Нет? Никак? Выбраться из этого места, чем бы оно ни было. Как же хорошо, что Бо связался со мной. Жаль. Он не напомнил, как использовать театр звезд. Да уж. Так, а что у нас? Театр звезд, особенно... Так, ключевой предмет. И мы, наверное, его можем использовать как-то. Во. Во. Эм... А, во. Нам надо что-то составить, да? Каждый колец из звездного театра отвечает за разные параметры звезд. Если кольцо двигается в правом направлении, звезды начинают мелодично петь. Чем ближе к разгадке, тем отчетливее видно созвездие. А линии, соединяющие звезды, должны стать ярким и четким. Сами звезды также будут ярче. Чтобы пропустить загадку, нажмите пробел. Не... Давайте почитаем загадку. Так, я думаю... Как же понять, что... Мы близки к разгадке. Мы близки к разгадке. Звезды поют. Звезды поют. Звезды поёт. Звезды поёт. О. Нет? Так, как будто бы должно быть светло или нет. Здесь вот ничего не поет, так. Так. Здесь вот что-то начинает. Так. Так. Ох ты, как зазвенели-то. Так. 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 Как это разгадать-то? Так. 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 к нему но без него намного легче думать и я слышу слышу что-то другое звезды их чистые свежие голоса я уже почти забыл как они звучат что мы пошли туда об все ушли похоже давно никто даже не подумал прибраться хотя стоп нет это не сияющая монетка очень похоже на нее но все но все же это другое место вот здесь справа был пруд небольшой такой прудик точно и навес под которым стоял отдельный стол тоже исчез омут здесь нет ни цвета ни запах потому что он не настоящий сны этой сны это или воспоминания они застыли и превратились в молчаливую ловушку чтобы навсегда задержать меня здесь только если я не буду следовать за светом так это вернуться о мы можем посмотреть еда ничем не пахнет все эти блюда выглядят как пластиковые и не вызывают аппетита алкоголь атрибут любой вечеринки я не против немного выпить иногда для настроения о мы можем здесь посмотреть так и не посидел на этом крест я теперь и не хочу что смотришь тогда на тигле до дэри я собирался попробовать все что было подано на столах и заодно налить себе бокальчик из-за этого графина но сейчас я не хочу ни есть ни пить а это что за монетка мы можем ее забрать в поэна крепко пальцами не достанешь это просто листья не глаза просто листья я же вижу пальцами не достать я так понимаю нам надо найти чем достать монетку если она нам нужна конечно какая-то жижа странные чернила звезды в них не отражаются ветви пусть и опутали собой весь рояль как будто хотят забрать его его себе мое говорят они так это не рояль от рояля здесь то только основание а все остальное части машины ума не приложу для чего она предназначена прочная и неподвижная штуковина крутить ее нельзя а если я поднажму еще немного то она точно отвалится так этому читали о похоже это рычаг приводит движение весь механизм уф не сдвинуться так как-то можем посмотреть что-то еще можно позиция позиция похоже что все на похоже что все не рискнуйте туда без света понятно нам нужно найти что-то чтобы отковырять монетку возможно сдвинуть так опять я помню здесь был баранец которого мне подарил флин новом вом эти тут кусок забора или моста доска объявлений но почему очередной созвездие единственный бюллетень на доске это точно доска объявлений она точно из холмистого стана не хватает только плакатов рекламы и лампы да мне вечно да мне вечности не хватает чтобы продраться сквозь этот бурелом что омут не хочет не хочет меня отсюда выпускать омут 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 откуда он знает что это омут а мы можем как-то этот омут ой здесь тоже что ли нужно то же самое делая так что-то появляется как понимать что так лан пока ставим тут вот здесь вот как-то розовым показывает и верни верни собака верни линии гадина так это конец получается показывает запели о появилась я думаю какое-то такое но что-то такое наверное должно быть тоже запела кстати есть разгадали вот и все я ждал помощи получше чем каракули на доске ладно что тут у нас за схема огонь разжигает дерево отлично как же я сам не догадался сжечь этот бурелом найду только где-нибудь зажигалку или кремень и сразу же разведу костер надеюсь мне не придется добывать огонь трением так понятно теперь сюда идем не рискнуйте туда без света не рискнуйте туда без сжигалку где тогда взять зажигалку блин если я здесь ее не вижу так я здесь не вижу ни тоже ни зажигалки ничего так у нас в инвентаре ведь ничего нету никаких зажигалок ничего так нет здесь тоже нам ничем не помочь интересно интересно как же отсюда выбираться здесь повсюду кораллы плохой знак вопрос как нам найти чем зажечь я так понимаю нам опять надо не похоже что дверь заперта на ключ но чернила крепко приклеили ее к косяку короче нам опять чернила опять надо этот это вроде ярко это вроде ярко нет вот как а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я уже видела этот символ на доске в кладовке, он явно обозначает театр звезд Очевидно созвездие Каким образом созвездие проявляется на пленке? И его нужно вырезать так Не совсем уверен, что это Оно как-то совмещается с пленкой, возможно это рамка для слайдера Проектор, созвездие, чайник Что это? Стриха побери, значит Так Короче, нам что-то нужно сфоткать Вырезать вот это созвездие Вставить слайдер и поставить В проектор, я так понимаю Я бы так не радовался От простого чайника Но это же реклама совсем другого продукта, верно? Точно, не чайника И не этой девице с крыльями Так, ну здесь вроде как бы все Очевидно, проектор каким-то образом создает вещи из чернил Инструкция довольно простая Но мне нужны материалы Жетоны Шо за фигня происходит? И, значит, и Нига Я не знал, что он еще и торговые автоматы выпускает Так, здесь то же самое, да? Все вывески написаны на языке святых Обычные торговые автоматы И вдруг язык святых Никогда таких не видел А мы уж тем более не видели Привет, приятель Значит, живо проектор Надо его как следует рассмотреть И разобраться, как он работает Склянка с чернилами Должно быть отсюда Они попадают внутрь проектора Так, внутрь проектора М-линзы На каждой из них разные металлические уголки Они могут значить что угодно Или не значить ничего Я так понимаю, это вот про вот эти вот вещи он говорит Не знаю, надо ли с ним что-то делать Диа-магазин Диа-магазин Расчитанный на один слайд Внутри рамка Похоже, ее можно взять Окей Эти рамки вставляются в слайды Если следовать инструкции Сначала мне нужно купить в автомате пленку А потом распечатать на ней созвездие Но как? Так Просто прикольно двигать Так, все, да? А, во Не вижу больше никаких кнопок Кроме этой Наверное, она и запускает проектор Ок Короче, нам говорят, что нам нужно К автоматам Стекло разбито Ну-ка, а если посмотреть в щель Нет ничего Торговые автоматы Ну и с товарами у них не густо О, отлично Канцелярский нож лучше Что может быть Дать не омут Спасибо Так Судя по всему, это Маскот и Нига Маскот Маскот Тыри-тыри-тыри Приятель Хороший декор Эти символы должны что-то значить У меня около окошка Для сдачи Так, окей Торговые автоматы Не густо Все, что мне известно Это просто язык Один и тот же символ Может читаться по-разному Это порождает целую бездну вариантов Которые под силу запомнить только цурай Большое полотно для проецирования Довольно грязное Так Я так понимаю Нам нужно вернуться И забрать монетку Пальцами не достать Но у нас есть Штучка Е-е-е Дзыни жетон у меня Так Ага Я думала у нас заберут ее Так, подожди А мы здесь что-то сможем сделать? Не двигается Ух, заклинило Но он уже заговорил по-другому Так А если попробуем Тоже использовать? Нет, говорит Нам это не пойдет Так Пошли покупать Монетку У нас есть монетка Так Мы можем в любой вставить Ну давайте в этот Ошибся с жетоном Нам его вернули Окей Похоже нам надо Еще угадать Куда его Ошибся с жетоном Ты прикалываешься? Нужен еще один жетон А где его взять? Я больше монеток Не видела, кстати Проводил время Смотреть Дядь фильм И поедая попкорн Но кто? Да Хороший вопрос Кто? Так Где нам еще монетку взять? Я там больше не видела монеток Нам нужна еще одна монетка Здесь я больше ничего такого не вижу Одну монетку мы сперли Так А мы можем Может быть мы можем Здесь тоже этот? Нет Здесь нет созвездий Окей Монеток Я здесь тоже особо не вижу Так Понятно Здесь может монетка есть? Нету Где нам еще одну монетку взять надо? По крайней мере я точно не вижу еще одной монетки Здесь тоже ничего такого нет Обозначение номинала для жиждонов Почему нам не дал, блин, этот? Что за фигня? Отдайте Интересное кино Так Подоглядела я что делать Иначе просто так Фиг догадаешься Что, жетончик спрятан здесь? Серия затягивается, конечно Чистая пленка Жетон и журнал обновлен Жетонов у нас нет Крафт невозможен Ладно Голоса Крутить ее нельзя Если я поднажму, что тот сломается Так Че это? Это омутный проявитель пленки Или какая-то А, какой-то Печатный станок Или еще какая-то хрень На нем логотипы Нига Тебя что ли надо? Опа Закрываем Эм, что-то не так Чего-то не хватает Так Че тебе надо-то? Так Сейчас заработаешь? Заработал Так и должно быть Ну верно Так Эту штуку нам обратно вернули Журнал обновлен Жетоны Теперь созвездие отпечатано На пленке Или проявлен на пленке С Стриха его знает Никогда этим раньше не занимался Так, окей Так, ну я так понимаю Сейчас вот это надо сделать Вот это вроде ничего И надо, я так понимаю Вставить Кручивые Че пошли зырить У нас есть слайд Так Не той Сюда А Скорее всего Вот так, да? Херня какая-то Что? Что я Что я только что сделала? Эта коробка вылетела прямо из экрана Мое Она настоящая Коробочка Давайте посмотрим Что за Ну что внутри? Так Как тебя? Нет Крышка сделана от стекла Тра-та-та Используйте Принес, чтобы открыть шкатулку Ага Внутри опять жетоны Ок Ок Опять жетоны Так Так, у нас есть Ворон Вот я теперь просто Уже различаю По вот этой штуке По дела Что Так Я что-то слышал Мне сдачу сдали Большое полотно Для проецирования Довольно грязное Так Разделена Ровно пополам Это мы когда Фотографировали Снимок Изрисован Не знаю Кем Не знаю Для чего Будь у него Вторая половина Прояснила бы Это хоть что-нибудь Полезный предмет Пока непонятно Для чего Жетон с пальцем Так Ага Это автомат Упорно не хочет Принимать жетон Значит Оставлю его себе Ну Скорее всего Потому что Он Так У нас еще Два Давайте посмотрим Опа Ему один Жетон Всего кинули А Они сразу Два Закинулись Ок Так Я так понимаю Нужно Сейчас еще раз Проявить Эту штуку Так Чистая пленка У нас же там Наверное Есть что-то Пускай Это будет То, что Мне нужно Уже Пожалуйста Так Обратно Забрали Да Еще одна Пленка Театр Звезд Так Эм Подожди Не так А Подождите А Нам Наверное Надо Этот Ок Пошли Вытаскивать Ту Пленку Вот же Конечно Засада Кадр Кадр Исчез Но Сама Она Вполне Порядки Можно Использовать Еще раз Да Нам Как раз Есть Что Использовать Сейчас Позырим Что на этот Раз будет Это Еще Эм Не Поняла А вот Это Кто Что Такое Хороший Вопрос На Огонь Ты Не Похож Ты Ж Я Тебя Видел Вот Прямо Только Что Вот Прямо Только Что Мы Увиделись Но Еще Секунду Назад Мы Были В Другом Месте Там Холодно Всюду Звезды И Тут Вдруг Появлялся Ты И Схватил Меня За Руку Так Ты Спас Меня Спасибо Точно Там Еще Были Гоблины Огромные Гоблины Они Утащили Тебя И Я И 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 Понимаю О Чем Ты Никто Меня Не Тащил Видишь Ли Ты Поймал Меня В Самый Разгар Творчества Я Собирался Сотворить Пламя С помощью Этого Великого Изобретения Живого Проектора Не Получился Но Получился Вшивый Сахаш Да Еще Проектор Испортил Теперь Я Похоже Я В Тупике Вшивый Сахаш Всех Вшей Я Вывел Буквально Накануне Так Что Можешь Не Бояться Так Ну И Где Мы Похоже На Прокуренный Театр Ты Сказал Что Создал Меня На Как Ты Его Назвал Проекторе Что Это Значит Живо Проекторе Слушай Твоя Компания Меня Конечно Радует Но Будь Добр Не Задавай Лишних Вопросов Твоя Болтовня Будет Только Раздражать А Правил Омута Я И Сам Не Понимаю Просто Делаю То Что Мне Велено Как Скажешь Так Мы Не В Штиле Мы В Омуте Да Ага Теперь Мне Все Ясно Нет Ничего Мне Не Ясно Ты Сказал Что Кто Руководит И Направляет Тебя Кто Он И Где А Ну Да Вопросы Молчу Молчу Не Руководит А Помогает Мой Друг Ведет Меня Зажигая Свет На Моем Пути Но Самого Его Здесь Нет Возможно Для Цурай Это Место Опасно Так Так Он Цурай Великолепно Один Цурай Тоже Завел Меня Хрен Знает Куда И Вот Я Уже В Каком То Моте При Таком Раскладе Лучше Уж Доверять Своим Инстинктам Чем Вовремя Загорающаяся Лампочка Бо На Моей Стороне Я Это Точно Знаю Он Оставил Мне Послание В Котором Расписал Каждый Мой Шаг Странно Что Твой Друг Оставил Записку Там Где Ты Сам Не Ожидал Оказаться Постой Бо Да Так Зовут Моего Друга Бо Он Склон Суаколин Суалакин Впрочем Откуда Тебе Знать Как Раз Его Я Знаю Он И Мой Друг Тоже Правда Выяснилось Это Где-то Полчаса Назад После Того Как Мне Объяснили Про Даде И Ты Никак Не Можешь Про Это Знать Хотя Расскажи Мне Что Тебе Еще Известно Бо Перетасовка Флинн Раны Нет Но Он Уже Ударил Меня Прямо В грудь Я Умирал Меня Окружили Цурай Пытались Помочь Но Было Поздно Так Я Умер Омот Это Загробный Мир Что Ли А Ты Тогда Кто Так Ну К Сделай Шаг Назад И Держи Руки На Виду Понял Меня Охренеть Я Созвал На Живу Проектор Какого То Гребаного Доппельгангера Айды Дружи Еще Успокойся Ты Сам Себе Послушай Какой Еще Доппельгангер Так Вполне Здорово Наверное Я Погорячился Но Лучше Быть Бдительным Может Я И Перегибаю Палку Но Только Самую Малость Нельзя Появляться Из Пустоты Присвоить Мои Воспоминания И В ответ Требуют Доверия Доверия Я Как Раз Не Требую А Просто Предлагаю Помочь Друг Другу Разве Держать Вместе Было Бо Не Лучшим Решением Чтобы Ты Ударил Меня В спину Когда Я Меньше Всего Это Ждал Нет Спасибо Сам Подумай Зачем Мне Тебя Убивать Если Мы И И Неживы Вовсе Нет Нет Не Может Быть Такого Мне Сразу Сказали Что Я Жив Пускай И Думал Обратное Спорю Ты Хочешь Отсюда Выбраться Не Меньше Моего Так Что Давай Объединимся Я Очень Хочу Вернуться Домой Но Больше Всего Я Хочу Доделать Свой Заказ При Мыслях О Дедлайне У Меня Хвост Начинает Сидеть Радоваться Я Слежу За Тобой Действительно Следи Вова Огонь Мне Нужен Чтобы Защититься Но От Чего Или Кого Уж Не От Этого Ли Типа Какого Типа А Опа Здесь Повсюду Техника Инига Но Она Какая Это Не Такая Как Обычно Как Она Вообще Сюда Попала И Нига Проспонсировала Наше Путешествие Это Старая Цурайская Аппаратура Которую Уже Давно Никто Не Пользуется Я Слышала О Ней От От Отца Ты Что-то Путаешь Инига Производит Фототехнику И Вовсе Не Цурай Это Делает А Смертный Да Ты Это Да Ты Очень Умный Я Смотрю Порадуйся Что Я С тобой Кто Тебе Еще Скажет Что Путешественники По стилю Любят Присваивать Себе Чужое Тогда Почему Бо Сказал Не Упоминай При мне Бо Деппельгенгер Даже Не Смей Так Что Ж Должно Быть Скучно Быть Тобой Хорошая Тема Для Разговора Но Скучные Смертные Вообще Скучные Надо Быть Спросить Его Кто Он Но Я И так Знаю Что Он Деппельгенгер Так Что Не Интересно Может Спросить Его Как Он Сюда Попал Зачем Я Создал Его На живопроекторе Конец Истории Чувак Ты Очень Сильно Ошибаешься Это Жифлин Бо Подарил Фотоаппарат И Предложил Сделать Снимок Именно Так Все И Было Видишь Я Говорю Тебе Правду Да И Это Только Подтверждение Теории Что Ты Мой Двойник Если Я Буду Рассказывать О Тиглодере Прямо Противоположной Ты Успокоишься Тогда Ты Будешь Лживым Доппельгенгером Ох Да Ладно Так Сейчас Не Время Показывать Ему Театр Ага Знаешь Что Это За Жетон Нет Но Вряд Ли Для Парка Развлечений Да Я И Без Тебя В Курсе Он Для Торгового Автомата Правда Фланг Не Работает И В нем Ничего Не Продается Ну Так Чего Ты От Меня Хотел Да Ничего Я Не Хотел Как Скажешь Так Ну Я Так Понимаю Все Так У Нас Сломан Аппарат И Кстати Эти Все Не Горят Уже Так Я Вообще Предлагаю Тогда На этом Закончить Дальше Дальше Пойдем Уже Отсюда Если Честно Уже Интересно Чем Закончится Вторая Глава Насколько Я Знаю Пока Только Две Главы Третья Вроде Еще Не Вышла Сейчас Секунду Я Гляну Вышла Она Или Нет Так Нет Похоже Еще Она Не Вышла И Когда Она Выдет Что Я Не Вижу Пока Информации Так Что Как То Так Ну Как Обычно Ставьте лайки Подписывайтесь Оставляйте Ваши Комментарии Всем Всего Хорошего И Всем Фер Фер Пока Пока Продолжение следует